Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Корректор А.Кулак Если исходить из филосемитской, юдафильской позиции, то Иосиф не помню, как его по отчеству. Это стыдно, что я не помню отчество Иосифа Пригожина. Просто Евгений Викторович настолько затмил его в публичном пространстве, что было не до Иосифа, скажем так. Поэтому здесь, я думаю, очень четко и проходит водораздел между иудофилами и иудофобами. Кто считает хорошим евреем Евгения Викторовича иудофоб, Иосиф – иудофил. И уже скрыться не удастся никак. Это просто можно экспресс-опрос на улице проводить. Если ты считаешь Евгения Пригожина хорошим евреем – все. Ты фактически пособник нацистского режима. Саф Александрович, у нас годовщину позавчера уже объявил Владимир Владимирович воссоединение с новыми территориями. А что это такое оксюморон воссоединение с новыми территориями? Что это означает? Он специально такую тень на плетень навел? Ну, это означает, что Владимир Владимирович по образованию является не филологом и не лингвистом, а юристом. И, видимо, как юрист, он понимает, что означает эта формулировка. Я не юрист. Я, впрочем, не филолог и не лингвист тоже, а это самолучка. Но да, я вижу, что воссоединение с новыми территориями – это значит… Но, с другой стороны, нет, я все понял, что он имел в душу. Новое – это хорошо забытое, старое. Поэтому можно было ввести в закон формулировку воссоединение с хорошо забытыми старыми территориями. А насколько… Вот мы же даже границ не понимаем. Что это за новая территория? Ну, я думаю, что мы вообще не понимаем границ происходящего. Тут Владимир Рудольфович Соловьев, присущего манере, он пытается, с одной стороны, вести ультрапатриотическую пропаганду, с другой стороны, постоянно отмазывается. Добавя понять, что потом, когда все закончится, он скажет, ну, нет, вы же понимаете, что я все несерьезно. А на самом деле-то я подыгрывал силу меры и добра. Он показывал ролик Гаррика Бульдога Харламова. Это Comedy Club, где Гаррика Бульдога Харламова там рассказывает о всяких разных результатах спецоперации Z, типа доллар по сто, там не пускают нас во много стран. И дальше задается вопросом, есть ли план. На что Владимир Рудольфович Соловьев, показав полностью этот ролик, вопреки всем законам пропаганды, которые запрещают ретранслировать враждебную пропаганду, он специально это сделал, чтобы потом отмазаться. Собер, то есть популяризировав это высказывание Гаррика Бульдога Харламова, сказал, что, дескать, ну, план это отправить вас, агитбригады, на фронт. Поскольку плана нет, то нет и границ. Был в советское время такой анекдот, с какими государствами граничит Советский Союз, с какими хочешь, с такими и граничит. Поэтому с границами здесь во всех смыслах, в том числе и в миропонимании, все очень непросто. К тому же, так сказать, страна объята посттравматическим стрессом, расстройством, как мы знаем из исследований, и уже готовится новое поколение психологов, чтобы обслуживать этот вопрос. Вот в телеграм-канале Белковский, который с большим трудом удалось отбить обратно злоумышленников, сейчас опубликовано видео, я призываю всех его посмотреть, где это интервью с профессиональным психологом на тряхшпрудах в Москве. Вот такой психолог и будет спасать россиян от посттравматического стрессового расстройства. И сомнений в успехе спецоперации в этом смысле быть не может. Все спасутся. У вас, кстати, была, я помню, концепция такого психотерапевта слэш-пастера, и вы знаете, что в Америке пастерка Кристи Лав, такая специальная имя-фамилия подходящая, она является вебкам-моделью, и она является пастером в своей собственной церкви. Это же ложится в концепцию Белковского. Ну, моделью она, про модель там ничего не было в этой концепции. Да-да-да-да, ну то есть она любит секс и Христа, как она говорит. Ну, здесь... Нет, ну, блин, концепция Белковского предполагала не секс в прямом эфире, если я правильно вас понимаю, а объединение функций психотерапевта и священника в одном флаконе. Ну, я думаю, что Кристи Лав просто пошла значительно дальше, посмотрим, что у него получится. Ну, это перспективно, мне кажется, как будто бы... Нет, ну, Кристи Лав, собственно, ее и назначает христианскую любовь. Да, я думаю, что это псевдоним. Возможно. А может, просто родители предвидели, предчувствовали? Тебе суждено стать пастором и вебкамщицей? К сожалению, теория исторического предопределения, так оно и есть. Нет, все-таки я не имел в виду, что пастор будет также вебкам-моделью. Ну, посмотрим, что получится у Кристи Лав. Может быть, мне удастся изменить свою точку зрения на более прогрессивную. Все-таки не забывайте, что человек в возрасте отсталый и замшелый. А вот немножко, если мы берем эти аналогии про какой-то вебкам, плетье, вот бить за религию, бить, чтобы как-то защитить Писание Священное. Коран можно людей, если ты не вебкам-модель? Ну, если разрабатывать совершенно отдельную такую теологию имени Рамзана Ахмадовича Хадырова или даже от Адама Рамзана Ахмадовича Хадырова, потому что он как-то должен называться от Адама. Теология от Адама. Это очень правильно. То надо обратиться к старому русскому народному слогану «Бьет, значит, любит». Поэтому я давно, кстати, думал, что его можно использовать для боев без правил. И объяснить всем, что в бои без правил есть настоящая любовь. Если «бьет, значит, любит», то так можно. «Бьет без правил». Но, в принципе, Владимир Владимирович Путин объясняет и вкупе со многими своими соратниками, включая представителя РПЦМП Владимира Михайловича Гундяева, также известного как Кирилл Гундяев, что умереть на фронтах спецоперации «Зет» это есть высшее проявление любви. Что если тебе не хватает эмоций, если ты не знаешь, зачем ты живешь, нет в тебе ни любви, ни веры, ни надежды, таким валбрицающий, как сказано в Писании, иди в военкомат, отправляйся на спецоперацию «Зет», там ты погибнешь за Владимира Владимировича Путина, и тебе спишутся все грехи, и ты станешь живым ионом или монадой любви, растворенной в мировом пространстве. Правда сказать, что все эти люди призывного возраста, которые за это агитируют с экранов телевизоров и через интернет на фронт, они собираются, видимо, им любви и так достаточно к Владимиру Владимировичу Путину, разумеется. Они так и переполнены, что им уже умирать за него не обязательно. По известной анекдоте про Рубиновича, который... Рубинович спрашивает... Рубинович, о чем вы занимаетесь, собственно? Я люблю Родину, отвечает Рубинович. А вы не хотели бы умереть за Родину? Нет, не хотел бы, товарищи. Кто же будет Родину любить? Слушай, ну это прям статус Кличко сегодня, вчерашняя тоже. Ну, почти, да. Я согласен, что это близко, но Анекдоп Рубинович родился гораздо раньше. Не только, чем Владимир Кличко это сказал, а чем сам Владимир Кличко. А Путин любит Россию, получается? Ну, а как? В рамках только что обсужденной с Адамаза концепции, безусловно, а почему нет? Медведев любит Россию? Ну, понимаете... Он не щадит живота своего и печени своей, во имя Родины. Я хотел сказать печени. Насчет живота пока трудно сказать. Именно печени. Но, понимаете, теория аддикции Белковского гласит, что ни аддиктов не бывает. У всякого человека есть какая-нибудь аддикция, которая базовая доминирующая, закрывающая его от бедствия и неприятностей окружающего мира. У Владимира Ивановича Путина эта любовь к России тоже очевидна. Он женат на России по его собственному признанию. Что-то, кстати, противоречит российскому законодательству тоже, но у РФ народа, многонационального РФ народа нет правового сознания, поэтому в соответствии с текстами от Адама можно и бить кого угодно во имя этой страшной любви. Поэтому никто не обращает внимание, что жениться на целой стране по законодательству невозможно. А у Дмитрия Анатольевича все-таки другая аддикция, она несколько вытесняет любовь к родине. Я думаю, что если выбирать между родиной и определенными субстанциями, Дмитрий Анатольевич предпочел бы субстанции. Тем более, он в своем телеграм-канале сказал, что это не последнее какое-то присоединение регионов, будут еще. И, конечно, в общем, это все вопрос работы с дополненной реальностью. Вот, например, на канале «Россия-1» на днях показывали польский город Эль-Блонг в качестве российского Калининграда. Ну, какая разница-то? Рассказывали об успехах российского Калининграда, который выставил и победил под санкциями, на примере, показывали картинки Эль-Блонга. Ну, действительно, просто покажем, покажут какие-нибудь новые регионы, скажут, что все это происходит уже в России. Особенно, если за бутылочкой, то там, в общем, не так и важно, где все это происходит. По известному анекдоту, опять же, про Петьку и Василия Ивановича хорошо ли замаскировались? Помните такой анекдот? Нет, жгите. Ну, как Петька и Василий Иванович получают известие о нападении белых и, значит, думают, как бы им замаскироваться так, чтобы белые их не узнали. Ну, и там выпили пару-тройку бутылочек, после чего Петька спрашивает Василия Ивановича, ну что, Василий Иванович, теперь-то хорошо замаскировались. Вот я думаю, что российские государственные и политические деятели вполне могут идти этим путем, чтобы осознать и осмыслить в полном мире расширение Российской Федерации. Ну, если мы говорим про вот эту концепцию Путина, он же говорил, что лучше умереть на СВО, чем умереть от водки. И это была такая единственная альтернатива, вот как он себе представляет в жизни. Получается, что Медведев-то сделал какой-то неправильный выбор. Нет, как раз все абсолютно логично, что Владимир Иванович предлагает истинно русскому человеку, каким без сомнения является Дмитрий Анатольевич Медведев, вполне конкретный выбор, умереть на СВО или от водки. Значит, если Дмитрий Анатольевич не отправляется на фронта, просто в силу того, в силу ценности его жизни, он большое охраняемое лицо, зампредсовета безопасности, хотя он призывного возраста, мне кажется, ему нет 60. Нет. Он до 1965 года рождения, октября. Да, значит, то, конечно, единственное, что ему остается, это умереть от водки. Поэтому, если мы подойдем к Медведеву Анатольевичу, что вы так себя не бережете? Он скажет, ну, так у меня только один выбор. Если я не на фронтах, то что же мне еще остается делать? Кстати, грозный признан культурной столицей. Да, логично. В 2025 году, без конкурса и вне очереди. Доживем мы до этого времени? Ну, давайте определимся с понятием «мы». Вы, я, извините. Опять же, по известному анекдоту про то, как у армянского радио, хотя сейчас армянское радио звучит несколько уже с трагическим подтекстом, но у армянского радио спрашивают, будут ли при коммунизме деньги. А что армянское радио отвечает, что мы послали запрос в Институт марксизма и ленинизма при ЦК КПСС, нам ответили, что на эту тему существуют разные точки зрения. Китайские ревизионисты считают, что при коммунизме денег не будет. Югославские оппортунисты, что будут. А наша партия, как всегда, подходит к вопросу диалектически. У кого-то будет, а у кого-то и нет. Вот, так сказать, мы это кто до 2025 года? Интересно, что будет до 2025 года с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым? Потому что в какой-то дикой спешке принимаются все эти решения. Вот в царских ему подарках это тоже обсуждалось в телеграм-канале Белковский. Боюсь этого слова. Потому что стоило ему появиться из ЦК Б прямо в Кремль прибыть. Ну, кстати, этот маршрут дорог давно протоптан целым поколением советских, а потом и постсоветских руководителей. К примеру, Борису Николаевичу Ельцину. Просто не хватает еще вот этого пласта, что Рамзан Ахматович работает с документами. Пожатие. Да, и рукопожатие крепкое. Для этого все-таки нужен какой-нибудь мощный пресс-секретарь такой общечеловеческого, планетарного значения. Я не знаю, согласится ли Сергей Владимирович и Старжемский вернуться из своего итальянского укрывища, где кажется, что он занят производством вина, а Рамзан Ахмат же не пьет, как всякие мусульманины, что не запрещает ему использовать что-то еще для поддержания себя в тонусе. И может быть почечное недостаточно, знаете, всякое бывает. Сейчас мы сейчас заходим на очень тонкий лед и спекулировать на эту тему не будем. Не будем внимания. Мы этого ничего не говорили. Да, но он прибыл в Кремль, сразу получил и дополнительную мечеть в Южном Бутове на улице Ахмата Хаджи Кадырова и культурную столицу без очереди вне конкурса в 2025 году. Поэтому единственное, почему, так сказать, культурная столица проекта... Куда торопились-то так? То есть такое впечатление, что что-то надо было срочно успеть. Опять же, по-другому старому анекдоту о том, как разные нации встречают известия о конце света. Через три дня конец света. Англичане собрались в пабе и налегают на виски. Французы проводят время в обществе дам. А в Советском Союзе стоит пыль столбом и над всем нависает огромный лозунг. Выполним пятилетку за три дня. Так вот, куда-то... Чего пятилетку за три дня? Так бы надо было срочно все делать. Нет ли здесь указаний на то, что Рамзан Ахматовичу это нужно было сегодня, а завтра может не понадобиться? Ну, посмотрим. Именно сегодня, когда слухи о его состоянии здоровья могут дестабилизировать, не побоюсь этого слова, политическую систему Чечни. То, что год культуры пройдет в 2025 году идеально, я не сомневаюсь, поскольку огромное количество некультурного элемента просто побоится приехать в Грозный. Не всем же хочется столкнуться с большим политикой. То есть это фильтр такой, да? Ну, конечно. Поэтому там соберутся только стерильные культурные люди, в основном бойцы всяких смешанных единоборств и другие, и все пройдет идеально культурненько. Потому что, ну, просто всего, что, так сказать, нам показывают в качестве гордости современной Чечни это избиение Никиты Журавеля в СИЗО, я не думаю, что очень будет большое количество желающих из других, особенно славянских регионов, отмечать год культуры. Ну, конечно, есть люди неколебимые, типа Владимира Владимировича Савовьева, которые поедут все равно, но согласитесь, что и он образец современной культуры. Поэтому культура там будет на высшем уровне обеспечена. Знаете, как было в советское время, было звание там «Дом высокой культуры быта». Идешь мимо какой-нибудь полуразваленной там Хрущевой, на ней написано «Дом высокой культуры быта», потому что там уже, так сказать, практически ничего не осталось. Там разлагается, что-то какие-то останки быта, но на высокой культуры мор. И вот так пройдет и год. Я не понимаю, что грозная культура на столице 2025 года состоится в полном объеме. Неплохо бы Дмитрий Анатольевич, это пас Дмитрия Анатольевича, я думаю, что не отреагирует. Неплохо бы вернуть Чечню в состав Российской Федерации с точки зрения законодательства, обычаев, традиций, того, что можно, а чего нельзя. И вот, мне кажется, над этим мог бы зампредсов Беза тоже поработать. Может быть, он это имел в виду, что скоро всякая почечная недостаточность когда-нибудь кончается, и тогда Чечня, может быть, будет реинтегрирована в состав РФ. А может быть, наоборот. Ну, это надо у него спросить. Насколько вообще этот сам факт того, что на этой неделе слили, да, сам Кадыров опубликовал, вернее, вот это вот видеоизбиение, насколько это связано с его здоровьем? Потому что как будто бы новость, мы это обсуждали месяц назад, еще в августе. Зачем такая необходимость? Обсуждали новость, но мы не видели этого видео. Это не было так демонстративно предъявлено многонациональному народу РФ. А это было демонстративно предъявлено, во-первых, чтобы переключить поездку, то есть, чтобы все начали обсуждать это о несостоянии здоровья Рамзана Ахматовича. А во-вторых, Рамзан Ахматович всеми своими последующими действиями и визитом в Кремль, и царскими подарками в виде мечети и года культуры, в Грозном, или как называется, в Грозном столице русской культуры, как все это говорит? Да, да, 20-го года, 20-го. Нужно показать своему чеченскому народу, что впервые за всю историю мировую, и российскую, и чеченскую, он довел ситуацию в состояние, когда ему и его клану можно все в масштабах Российской Федерации, как минимум. И в глобальном, наверное, масштабе тоже. А впервые ли? Ну, конечно. А когда? Когда еще так можно было совести? Никогда. Ну, а разве он не вел себя подобным образом на протяжении предыдущих лет? Нет, нет, нет. Я говорю про него именно, что впервые за всю мировую историю именно он и его клан созданы системы, по которым ему и его клану можно все. То есть он поднял чеченский народ и Чечню на такой высокий уровень, с которого опуститься она не может, она не имеет права. То есть он принес огромный дар своему народу, вот что он хочет сказать. Что, в первую очередь, что он подчеркивает, что Чечня выиграла Вторую Чеченскую войну, а не проиграла. И обложила данью Российскую Федерацию. И Российская Федерация платит ей дань. Что стоит вот пошевелить этим мизинцем, на котором электронные четки, подсчитывающие молитвы якобы, и все, Кремль просто пляшет ГПК. Хотя Владимир Ильич Путин обещал также плясать барыню и казачка. В чем многие, помните, такое было недавнее? Его пост, что Украина будет плясать барыню и казачка, в чем многие увидели намек на то, что вопросы украинского регулирования будут поручены Ксении Анатольевне Собчак и Дмитрию Николаевичу казаку. Дмитрий Николаевич казак уже занимался этими вопросами, успешно доведя дело до спецоперации из этой Ксении Анатольевны еще нет, но как раз почему нет? Потому что барыня, кровавая барыня, мы понимаем, здесь это метафорический ряд. Но, что Чечня страна победителя, и он воплощение этого победителя. Можно поставить памятник Рамзану-победителю в Центральном парке культуры имени отдыха в городе Москве. Да, вот, и потому что... Рамзан Ахматович должен все время понапоминать собственному народу о своем всемирно-историческом значении, о своей эксклюзивности и незаменимости. Потому что в чеченском народе немало людей, которые не вполне довольны Рамзану Ахматовичу, также они недовольны тем, что в разные времена они потеряли своих отцов, старших братьев, дедов, которые даже не воевали по странным, непонятным причинам. Потому что кто-то мешал Рамзану Ахматовичу, но не по этой, конечно, причине, он как-то так совпал. Совпадение, как говорит Дмитрий Константинович Киселев. Вот, не думаю. И так далее. Ну, поэтому нужно все время, особенно, когда поползли слухи, что не все благополучно со здоровьем великого рождя чеченского народа, то, сказать, нужно было вдвойне и втройне показать, что не только со здоровьем все в порядке, но Рамзан Ахматович держит за горло Российскую Федерацию. И если с ним что-то случится, никакого... Крепко, крепко. Он и так не сможет, поэтому берегите Рамзана Ахматовича и молитесь за него тысячекратно каждый день с помощью электронных щеток или без них, но молитесь обязательно. А почему раньше, когда была такая демонстрация силы Кадырова, какой-то его там самостоятельности, почему была концепция, что Путин в ярости? Да, тоже Собчаковская, кстати, концепция. Почему сейчас этого нет? Почему сразу встречается? Но Белковская концепция это не соответствует. Путин никогда не был в ярости. Он делегировал Кадырову определенные полномочия, в рамках которых Кадырову можно все. Кадыров классический путинский bad guy, который ему необходим для решения разных вопросов без формального вмешательства. Другим таким же bad guy был Пригожин против. Просто когда кувалды забивали человека, что Путин был в ярости, нет, это тоже было можно. Качественная разница между избиением Никиты Журавеля и забиванием господина Нужина, если я не путаю его фамилию, кувалды, нет. Кувалды, может, даже страшнее. Тогда все были подтверждены, как же так можно не только бить человека кувалды, но и показывать. А чем это отличается от избиения? Он кончил Пригожин. Ну да, потому что он пошел против босса. И, так сказать, в конечном счете босс ему отомстил и ликвидировал. Рамзан Ахматович не идет против босса. Он четко следует в форматоре или не парк. Но пока Пригожин был лоялен, ему позволяло все то же самое, если не больше. Поэтому эта модель взаимоотношений Путина с плохими парнями, она абсолютно работает. Не все же с хорошими мальчиками, которые потом на старости лет становятся мойшими израилевичами и говорят, что они к Путину никакого отношения не имели. Надо иметь дело с рыцарями без страха и упрека, у которых в одном корма кувалды, в другом мощный кулак борца смешанных единоборств, которые за вождя... Кстати, как испугались-то все эти путинские правозащитники, клевреты, все эти медички, которые вдруг неожиданно начали говорить, что Никита Журавель совершил страшное, конечно, преступление. Нет, я согласен, что Никита Журавель совершил очень плохой поступок, когда сжег Коран. Я как христианин этого принять не могу. Но, понимаете, как-то мне казалось, помимо того, что также российские ЗАГСы не должны регистрировать брак между мужчиной физическим лицом и государством, даже если оно женщина, так казалось, что решение о виновности или о преступлении выносит принимать суд. А суда еще не было. Поэтому мы не знаем, совершил ли Никита Журавель преступление формально. Это мы узнаем, только когда пройдет хотя бы, так сказать, первая инстанция завершится слушание дела в первой инстанции суда. Но это ни на кого не подействовало. И наши дорогие россияне во главе с председателем Совета по правам человека господином Фадеевым, полномочный по правам человека госпожи Маскальковой и так далее, безусловно, безо всякого суда констатировали наличие преступления, показав тем самым, что страшнее Рамзана зверя нет. Еще был такой анекдот на эту тему, как Суслик бежит по пустыне и вдруг неожиданно сталкивается со львом. И Лев ему говорит, Суслик, что ты тут мельтешишь передо мной? Это что, не знаешь, кто я? Кто, спрашивает Суслик в ужасе? Я царь зверей. Как, а с Рамзаном что-то случилось? То, как российская элита испугалась Рамзан Ахматовича в едином порыве, естественно, дает главе Чечни еще дополнительные сотни тысячи очков, которые он предъявляет собственному народу. Говорит, посмотрите, как я их построил, этих ничтожих русских. Вот, вот. Кто еще, кроме меня, на это способен? Опять же, берегите меня, молитесь за меня. Но в предыдущей итерации с Пригожиным все плохо кончилось. Разве Путин не делает выводы из своих ошибок? Вот он чуваковал. Нет, никакой ошибки не было. Было предательство Евгения Викторовича Пригожина с точки зрения Путина. Путин относится к числу людей, которые ошибок не совершают в собственном понимании. Если идет что-то не так, виноват какое-то третье лицо. Например, Евгений Викторович Пригожин просто сошел с ума на почве собственного тщеславия и любви к публичности. Нет, когда Рамзан Ахматович думает, что как он может сойти с ума, не дай милость. Нет, сойдет, тогда и пообсуждаем. Пока этот вариант не рассматривается. Рамзан Ахматович доказал свою верность и преданность, в том числе и в ситуации с Пригожиным, когда он однозначно занял сторону Владимира Владимировича и вроде как шел даже разбираться с Пригожиным и уничтожать мятежных бойцов Вагнера, но застрял в пробке. Его бойцы застряли в пробке на пути в Ростов-на-Дону и до прямого столкновения с Вагнером не дошло. А если бы дошло, как утверждал Евгений Викторович Пригожин, то он просто уничтожил макадыровских бойцов. Мы, естественно, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту дерзновенную гипотезу, особенно после того, как ее источник пал смертью храбрых в 50 километрах от резиденции Владимира Владимировича Путина, фактически закрыв ее своим телом. А то мало ли, что еще летело бы на эту резиденцию. Но Путин не совершает ошибок. Если что-то пошло не так, то виноваты американцы, украинцы, и, конечно, фактор предательства в жизни играет значительную роль. Пригожин стал предателем, а Кадыров, скорее всего, предателем не станет. И поэтому зачем что-то нужно менять? Пока Пригожин не был предателем, тоже все было хорошо. Он никак не нарушал внутренней этики путинской системы власти, где плохие парни, эти бэдгайзи, занимают свое достойное место наряду с хорошими системными либералами, таргетирующими курс рубля. А зачем Путин? Простите, давай. У нас тут Путин подорожал, хотела сказать. Я за три года на его содержание выделят почти 75 миллиардов рублей. Это годовой бюджет Ивановской области, например. Ну, на оборону-то выделят почти 11 триллионов рублей в следующем году. Это на 3 триллиона больше, чем все социальные расходы государства. То есть копейки на президента. ...социальные пособия. Поэтому мы должны восхититься скромности, скажем, в которой живет президент. На президента тратится, давайте посчитаем, всего 1% социальных расходов государства. А вы хотите сказать, что роль президента сводится к 1%? Нет. Президент всеобъемлющий. Он равен России. Нет Путина, нет России, как сказал господин Володин в свое время. И во многом это отражает и путинское понимание. Поэтому как минимум на него должны тратить столько же, сколько на все социальные расходы. Вот 70,5% надо поделить пополом. 3,75% народу, 3,75% Путину. Это по-честному. Откат 50%, тем более в российской экономике тотальной коррупции, экономике распила, отката и заноса. Там так и положено. Откат должен начинаться от 50%. Михалыча Касьянова там обзывали его недоброжелателем, что он меньше 2%. Потом уже стало понятно, что, во-первых, неясно, были ли эти 2%? Или это была чистая клевета? Мало. Если и были, то это ничтожно мало. А тут 1%. Володя 1%. Это, видимо, для того, чтобы выиграть конкуренцию с Касьяновым ровно в 2 раза. И мы будем его за это критиковать. Кстати, вы знаете, что-то я же взрывал дома в Москве в 99-м году. Да, вот я хотела как раз спросить. Да, вот время заканчивается и тут, так вот, я вам хочу сказать, что, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ, я ничего вам не скажу про это. Абсолютно взрывал ли я дома в Москве в альянсе с Борисом Абрамовичем Березовским, но непокойным и здравствующим, дай ему Бог, до 120-ти, Вадимом Борисовичем Рушайло. Рушайлой. Помню, в сатирической программе канала НТВ был такой персонаж генерал МВД право на Рушайло. Вот. Значит, а все это я расскажу на своем YouTube-канале в специальном выпуске сетдаун еще во время Белковского, который называется «Путин. Взрывное начало». Мы поговорим о том, кто взрывал дома на самом деле и почему люди, которые, может быть, доказательств нет, есть только предположения и версии, причастных к взрывам домов, сейчас срочно хотят перевести стрелки на кого-то другого. Это очень интересно. А ведь хотят. Явно хотят. Откуда вся эта публикация и возникла известного американского специалиста по России Роберта Отто, сотрудниками, в общем, Госдепартамента США. И мы с вами, наверное, должны закончить уже воплощенный мем «Еврейку делайте потише, алкоголику выключите камеру». Знаете ли вы о нем? Я что-то слышу. Это, кажется, касается ваших отношений с Олегом Владимировичем Кашиным, да? Да, да. И там дальше начали постить огромное количество кадров, которые подходят под этот мем. Вот вы там были с Юлей Леонидной Латыниной. Ну, правда, я не понял, кто из нас еврейка, получается, что я. Алкоголь. Да, да, да. А Юля Леонидная Латынина, кстати, не пьет вообще и ведет крайне спортивный образ жизни. Просто на грани фола, я считаю. Поэтому здесь как-то это не очень удачно ложится. Поэтому получается, что и меня надо сделать потише, и мне выключить камеру и оставить одну Юлю Леонидную Латынину. Если это имелось в виду, я это полностью поддерживаю. Я желаю вам красной помады, во-первых, в больших количествах, и чтобы мы, наконец, собрались за одним столом, чтобы, наконец, выяснилось, кто еврей, а кто алкоголик. Спасибо большое. Станислав Белковский был в нашем эфире. Не дает они из этого Зарсон. Ура. До скорой. В 17 часов, в 17.05 будет программа в человеческом измерении с Леонидом Гостром.